27 миллиардов рублей пойдет на развитие федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Средства рассчитаны на ближайшие три года. На неделе эта тема была в центре внимания президента. Глава государства провел большое совещание с правительством. Владимиру Путину доложили, аппаратов, которые мониторят уровень глюкозы в крови, не хватает. Людям с диабетом, в том числе детям, порой приходится ждать устройств годами. Президент потребовал как можно скорее решить проблему. Любовь Филиппова собрала историю тех, кому эта помощь необходима. Каждые два часа, а иногда каждый час, мне приходится мерить сахар. Это очень больно. У меня на пальцах остаются отметины, иголки. Диагноз «сахарный диабет первого типа» Тимуру поставили три года назад. И пользоваться глюкометром он давно научился сам, хоть и страшновато, и больно. Но вот другой способ. У Тимура стоит датчик, который позволяет не мерить каждый час глюкозу в крови, не колоть пальцы. Есть специальное приложение, вот так вот подносим, сканируем и показывает, какой сахар. Без такого датчика сахар не измерить ночью. Да и в школе мальчику сложно. Как и любой ребенок, ему хочется жить, жизнь, а не сидеть и колоть себе сахар, и заниматься медицинскими своими вопросами. Он ребенок, он не хочет думать, что он какой-то не такой, как все. Этот прибор по непрерывному мониторингу сахара в крови семья недавно получила от благотворительного фонда. Расходников хватит на полгода. И хотя выдать его региональный Минздрав должен бесплатно, маме Тимура приходится отвоевывать это право через суд. И таких историй по стране много. О нехватке аппаратов по мониторингу на днях Владимир Путин рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Мы на этой неделе опросили 4200 человек. Из них две трети это родители детей диабетиков. Самые трудные категории. И общие цифры нам показывают, что более 70% запрошенных сталкивались с дефицитом устройств. И более 80% опрошенных с дефицитом расходников к этим устройствам. И такая проблема в шести десятках регионов. Ждать приборы некоторым семьям приходится до трех лет. Восьмилетний Рауль обожает дзюдо, но в этом году, когда выявили сахарный диабет, заниматься стало сложнее. Положенный прибор мониторинга сахара в крови семья тоже никак не может получить. Покупают сами, хотя других финансовых обязательств много, да еще и строительство дома. Так что все дается непросто. Каждый аппарат обходится стоимостью в 5000. Хватает он ровно на 14 дней. На 28 дней того 10 тысяч. Для финансов по семье это, конечно, очень даже много. Когда выбор между домом и здоровьем ребенка, естественно, выбираешь здоровье ребенка. Не зная, какой сахар у него в данный момент, я не могу. Если у него сахар высокий, то я не могу его отправить гулять или какие-то делать физические упражнения. Если у него сахар низкий, то же самое, что мне нужно в данный момент ему сахар чем-то поднять. В прошлом году в России было зарегистрировано больше 5 миллионов людей, страдающих первым и вторым типами диабета. Из них 58 тысяч – это дети с первым типом. Михаил Владимирович, а как у нас с глюкометром это обстоят дела? Вы же их закупали в основном, да? Сами глюкометры сейчас, я уже сказал, 6 компаний выпускают. Михаил Владимирович, они выпускают-то выпускают, а в целом их достаточно, недостаточно? Чего там в целом-то подходит? И чего будет в большом время? Непосредственно тест-полоски, которые глюкометры, которые разово определяют, их достаточно, производится сегодня в Российской Федерации и рынок обеспечен. Мониторинг глюкозы – это приборы, которые постоянно снимают. Их сегодня зарегистрировано 4 и 2 отечественных разрабатываются сейчас. Пока это зарубежного производства, 2 из которых из дружеских стран. Ну вот, производители обещают, что в первом квартале выйдут на клинические исследования. Пока эти приборы закупаются за счет средств региона. Да, хорошо. Но их хватает, по вашим оценкам, или их не хватает? Достаточно закупается количество? Были определенные сложности, поэтому Росздравнадзором было зарегистрировано еще 2 прибора для того, чтобы обеспечить стабильность рынка. А это вопрос уже снова к независимому эксперту. Предложенных Минздравом мера достаточно или этого недостаточно? Владимир Ильич, просто регистрации двух дополнительных устройств недостаточно. Нужно, чтобы Минздрав разработал программу и закупил в нужном объеме, либо помог регионам закупить в нужном объеме и выдать людям эти соответственные системы. Потому что сейчас ситуация выглядит следующим образом, что действительно через решение судов или через очень длительные ожидания. И немного субъектов, которые выдают в быстрый срок. Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко проанализировать ситуацию и доложить обо всем через неделю. Сейчас в России по поручению президента запущен новый федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Сформирована линейка лекарств. Из 165 зарегистрированных в России половина здесь же и производится. Крайне востребованы сегодня препараты. И хочу отметить, что разработан оригинальный препарат для лечения диабета. Второго типа сегодня отечественными производителями. И проходят процедуру регистрации отечественной препараты действующим веществом, которых является семаглутит, они заменят зарубежный препарат на рынке. Еще из важного в новом федеральном проекте – обучение медработников и обеспечение школ, где учатся дети с диабетом. И, конечно, именно своевременное выявление болезней и профилактика позволяют продлить здоровую жизнь. От Владивостока до столицы России курсирует поезд здоровья в месте против диабета. За 66 дней он преодолеет больше 20 тысяч километров. Во время остановок пациенты смогут пройти обследование. И получить консультации.